Что же в это время, в 60-е годы, творят другие наши мастера? Давайте посмотрим. Итак, Лев Атаманов. Как вы знаете, уже Лев Атаманов, самые современные, основные, выдающиеся сказки, все-таки снимает в 50-е годы. В 60-е годы он пытается продолжить сказочную тему и снимает по Андерсону небольшой мультфильм «Пастушка и трубочист». Затем обязательно к просмотру, обязательно пометьте себе, то есть «Пастушка и трубочист» по желанию, обязательно к просмотру фильм «Сканейка». Этот фильм снят Атамановым по рисункам Херлоса Битструпа, которого он лично знал, сотрудничал с ним какое-то время. Херлос Битструп, если я не ошибаюсь, датский, карикатурист, который состоял в Коммунистической партии. И поэтому, в общем-то, вот по этой линии, очевидно, было возможно какое-то сотрудничество. Хочется обратить ваше внимание, ну, может быть, среди вас есть битломаны, скажу так, что именно в этом фильме впервые почти полностью была представлена музыка «Can't buy me love» группы «Битлз» в том эпизоде, где танцуют молодежи. Так вот, остальную музыку писал Никита Богословский, который люто ненавидел «Битлз», о чём разразился, значит, такую очерняющую статью, знаете, «Наступление перестройки», он всячески от этой, значит, статьи своей открещивался и даже говорил о том, что он, когда писал, значит, «Наступал», с этой статьи был не совсем трезвый. Вот, но, и тем не менее, в этом произведении, в произведении «Атаманова скамейка» совместилось и музыка Богословского, и музыка «Битлз». И, собственно, гений-режиссёр, когда неплохо соседки живут. И, опять же, «Мостцы» — это фильм «Балерина на корабле», следующий фильм «Атаманова», который тоже должны посмотреть. Ну, фильм стал культовым, тоже считается неким эталоном в анимации. Вот, я прошу вас обратить на это внимание. Следующее имя, значит, следующего корифея — это Борис Дёшкин. Как я вам уже рассказывала, Борис Дёшкин много сотрудничал с Пащенко в 50-е годы. Так вот, в 57-м году трагически умирает его коллега Мстаса Сергеевич Пащенко, и Дёшкин остаётся один. Но Бащенко оставляет ему сценарий фильма «Чаполина по джан-радаре». Дёшкин много экранизирует этот полнометражный фильм. Для Дёшкина, в общем-то, впервые он снимает такой полнометражный фильм. Мне кажется, с честью он решает эту задачу. Значит, вот реализует наследие своего друга. Дальше, значит, он не бросает спортивную тематику. И в 60-е годы выходит наиболее популярный фильм. Вот если брать всё творчество Дёшкина, всё творчество Дёшкина, как-то пытаться его анализировать, конечно же. Это фильм совместно с Пащенко, самый главный в карьере. Необыкновенный матч. И второй по значимости — это «Шайбу-шайбу». Так вот «Шайбу-шайбу» он снял в середине 60-х годов. Вообще, киноведы, опять же, я читала, выделяют как бы в некую трилогию, я не знаю, думала об этом, о сам Борис Петрович, или это так получилось, с похожими персонажами на вот эту вот спортивную тематику, которая так или иначе переходит из фильма фильм. Первый фильм — это был 63-го года «Снежные дорожки», фильм о лыжах, о том, как персонажи, значит, спускаются на лыжах в сборке, и разные перпетии, которые при этом возникают. Это фильм «Шайбу-шайбу», значит, какой хоккей. Хоккей, кстати, в СССР был популярный. Это было естественно, что такой фильм тут могло появиться. Это естественно, что он стал таким популярным, понимаете. И это фильм «Приходите на каток». Начать понятно, про что, да. Ну, я уже говорила о том, что, конечно, Дёшкин — это наш герой, это человек, который работал в анимации без одного глаза, это человек, который собой спас, своим телом накрыл, собственно, жену таким образом, спас её во время бомбёжки в Москве, и, к сожалению, потерял глаз, и зрение на втором глазу тоже постепенно ухудшалось. Он носил очень большие линзы, и к концу жизни практически основного зрения лишился. Обращу внимание, Борис Дёшкин — это первый человек среди наших отечественных аниматоров, которому на территории России именно как человеку установлен в настоящее время памятник. В 2018 году в городе Курске на родине автора напротив Курской филармонии был установлен бюст заслуженного деятеля искусства Борису Петровичу Дёшкину. И это первый памятник аниматору в нашей стране. Ребят, остаётся совсем немного времени, порядка пяти минут, поэтому, ну вот, что успею, остальное продолжу в следующем уроке. Ещё выдающиеся двоица, на которые хочется обратить внимание, которые также продолжали работать, наши корифеи, наши анимации, это «Сёстры Брунберг», в 60-е годы, вводят, пожалуй, в самые известные фильмы их карьеры, это «Большие неприятности», в 61-м году. Позднее они выпускают «Большие неприятности 2», ну, это пародийно-сатирическая история, рассказанная как бы глазами ребёнка. Ну, что я могу сказать? Я читала протоколы заседания, значит, комиссии при ГОСКИНО, на которые выступал в 62-м году Иван Петрович Иванов Иванов. Так вот, вот этот фильм был признан успешным, и Иван Петрович признаёт, значит, вот в первой пятёрке успешных фильмов начала 60-х годов. Фильм такой достаточно язвительный, отличается от, в общем-то, всей продукции первой 60-х годов, когда, вот видите, даже Атаманов продолжал снимать сказки. В общем-то, тоже обязательно к просмотру. И, наверное, последний человек, о котором я успею рассказать, вот в нашем первом уроке, это Михаил Цехановский. Михаил Цехановский в 65-м году уже умирает, и поэтому речь идёт, мы с вами поговорим только о первой половине 60-х годов, это поздний Цехановский. Значит, Цехановский крайне многограммная личность, я про него вам рассказывала уже, и когда мы говорили об анимации 20-х годов, и когда мы с вами говорили об анимации 30-х годов, 40-х годов и 50-х, и вот мы подошли к 60-м. И этот потрясающий мастер и в 60-е годы не похож на своих коллег. Он продолжает мечтать о полнометражном музыкальном фильме. И вот на склоне лет... Значит, он 1889-го года рождения. Можете посчитать, сколько ему было в 62-м году, в 1962-м году. То есть это уберённый сидел и мастер. И вот именно в этом году ему посчастливилось снять всё-таки музыкальный полнометражный фильм. Ту вещь, которой он шёл долгие-долгие десятилетия. Как вы знаете, фильм «Сказка о папе работнике Балде» о сегменте 30-х годов не состоялся, фильм «Память» не состоялся. Чрезвычайно суровые условия блокадного линии Евграда, о которых я вам рассказывала, о которых пережил Михаил Сахановский. Конечно, это был уже очень опытный мастер, для которого «Союзмультфильм» не был первой его струдией. По воспоминаниям другого выдающегося нашего мастера Юсифа Яковлевича Боярского, Михаил Сахановский поднял уровень «Союзмультфильма» «Ребята, на четыре ступени». Не на одну, не на две, а на четыре ступени. Именно Михаилу Сахановскому мы благодарны. Благодаря, точнее, Михаилу Сахановскому состоялся вот этот вот послевоенный всплеск, послевоенный творческий расцвет киностудии «Союзмультфильм». И благодаря его усилиям тоже, скажем так. Так вот, последние годы. В первую очередь, это фильм «Дикие лебеди» 62-го года. Я редко, когда показываю этот фильм на занятиях. К сожалению, этот фильм полуметражный, большой. С чем он знаменателен? Во-первых, художником-постановщиком Сахановский приглашает Макса Жеребчевского. Впоследствии, запомните это имя, Макс Жеребчевский, вот этот вот автор, будет художником-постановщиком в «Бременских музыкантах» Энна Соколовевская. Фильм, который мы все очень знаем. «Дикие лебеди» не столь известен. И тем не менее, посмотрите на изобразительное пластическое решение этого фильма. Оно решено в таком что ли, двумерном ключе отсылает нас Сахановской к средневековой гравюре и чуть ли не к русской, опять же, иконе в меньшей степени. Очень-очень такое интересное звучание. Опять же, содержание. Ганс Кристиан Андерсон. Мы знаем, что Андерсон, он по природе своей интернационален и, скажем так, христианский, харизматичен. Так вот, Михаил Тахановский в ранних своих фильмах и вообще по темпераменту, я читала «Воспоминания» Тахановского, скорее всего, он был, в общем-то, атеистом. Так вот, в 60-е годы он снимает христианского сказочника. Задумайтесь на этот счет. Ну, и, в общем-то, третий фильм, последний такой знаменательный фильм, который Тахановский успевает снять незатолго до смерти, это, скажем так, ремикс почты 1964 года, снятый, в нас, в Сузмульфильме «Цветная картина». Значит, ну, у кинокритиков принято этот фильм всячески ругать, говорить, что он вообще там слабо достойный, слабо идейный, слабо художественный, что Тахановский повторил сам себя, что почта 29-30 года это гениальное произведение об их почте 64-го года. Значит, не стоит вообще ее серьезно рассматривать, я категорически не согласна с этим высказыванием, ребята. Этот фильм надо посмотреть, это исключительно крепкое произведение, созданное с большой любовью к Маршаку, к анимации, к этим почтовым работникам. Ну, сейчас во всю развит интернет и, конечно, роль почтовых работников она изменяется. В общем-то, смотря этот фильм, можно понять, что такое была почта в 60-е годы, как к профессии почтальона относились люди, с каким-то детом. Ну, вот опять же, новое осмысление старой темы, опять же, композитор Дешёвов, взятая музыка композитора Дешёвов, который писал музыку для первой почты. Да, интересный факт, что Самой Яковлевич Маршак ещё был жив, когда Цехановский начинал работу над этим фильмом и специально дописал несколько строчек материала, вот в частности, о собачке Пуделе, который друг Бориса Житкова и так далее. Так вот, что интересно, первая почта Цехановского. Главный герой был Прудков, по фамилии Прудков, а по второй почте уже Борис Житков, как вы видите, созвучно. Но Сыбал Яковлевич Маршак собственно свое произведение, вот детскую книжку Почта, освещает памяти Бориса Житкова, А второй фильм, снятый Цехановским, это Почта 64-го года, уже посвящен памяти Смыла Яковлевича Маршака. Вот такая вот преемственность, я бы сказала. Ну, вот интересный такой факт. Вы увидите несколько раз что ли, гордость, автор гордости Цехановского за полет в космос Юрия Гагарина несколько раз появляется аллюзия на советский космос, но вместо памятника Александра Третьего, который в первом, в первой почте был, появляется памятник Ленину, также нет вида на Исаакиевский собор, то есть, конечно, почта претерпела некие изменения. Ну, в 65-м году, к сожалению, Цехановский умирает, не успев закончить свой следующий фильм, которым он сделал ряд эскизов. Это сатирический опять же фильм «Иван Иванович заболел». Этот фильм заканчивает его жена Лера Цехановская. Вот. И в титрах Михаил Цехановский указан уже просто как автор эскизов. Итак, Михаил Цехановский поздний период, «Дикие лебеди» по Андерсену, «Лиса и бобер» истерическая басня, почва 1964 года и автор эскизов Иван Иванович заболел. Посмотрите, пожалуйста, эти фильмы. А наше занятие завершено. Всем хорошего вечера. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok